Всем привет, добро пожаловать на канал Невроза Мегаполиса. Меня зовут Алексей Красиков и я предлагаю досмотреть этот ролик до конца, потому что мы будем говорить о неврозах, об их причине, о том, почему это с вами произошло, что надо делать, что надо понимать и что же такое невротические расстройства, что же это такое. Поехали! Вы знаете, я в 2006 году, когда столкнулся со своей проблемой, я уже тогда понимал, что что-то не то. Конечно, я был, как и многие из вас, убеждены в том, что у меня проблемы с сердцем, с вегетатикой, с сосудами и так далее, но работая 10 лет с невротическими расстройствами, я все больше и больше вижу одну простую вещь, что невроз возникает у людей. Под неврозом мы понимаем проявление тревожности, вегетатики, иногда она доходит до паники, с этого обычно все начинается. Это этап определенного развития человека, когда у вас старая модель, которая годами была точена в области в области вашего эмоционального реагирования, в области вашего поведения, в области вашего бездействия или действия. В общем, старая модель перестает работать эффективно. Она не приносит вам ни морального, ни физического, ни финансового, ни личного благополучия. А новая модель, новые навыки, новые формы реагирования, новых действий нету. И вот этот, простите меня за выражение, просаг между прошлым, которое уже неэффективно, и новым, которое не сформировано, вот этот промежуток называется кризисом. Вот этот кризис, если хотите, личностного развития, и можно назвать невротическим состоянием. Это очень важно понимать, потому что, когда вы сталкиваетесь сначала с паническими атаками, вы что делаете? Вы попадаете, на самом деле, в период кризисного состояния, да, про прошлое, настоящее, новое. И вы испытываете сильное внутреннее напряжение, тревожность, потому что у вас неэффективные стратегии, неэффективное мышление, неэффективные тактики. Вы не можете отпустить прошлое, не можете начать новое. Вы заморачиваетесь смыслом жизни и поищите свое предназначение. Сейчас об этом поподробнее будет. И первое, что вы делаете, вы ошибаетесь, вы интерпретируете неправильно это состояние. Кто-то начинает думать, что он сходит с ума, кто-то начинает думать, что он вот-вот умрет от инфаркта, инсульта, кто-то начинает думать, что его жизнь закончена. На самом деле, это не так. У вас переходный период между старым и новым. Единственное, что вам необходимо, это научиться не пугать себя. И это научиться правильно понимать сначала то, что происходит. Именно поэтому я хочу сделать 10 сезон особенный. Я хочу, чтобы все мои ученики, которые придут ко мне онлайн на 10 сезон, перед началом 10 сезона, особенно касается новичков, прошли самостоятельно 6-ти часовой мой курс, который посвящен паническим атакам, вегетососудистой дистонии, упражнениям с паническими атаками с агорафобией, ОКР, обсессивно-компульсивное расстройство, работа с навязчивыми мыслями, и асоциофобия, чтобы вы сами перед началом 10 сезона прошли этот 6-ти часовой блок самостоятельно, и уже к 10 сезону пришли более-менее подготовленными, и мы с вами пошли уже дальше в решении самой проблемы. Я не хочу просто тратить даже первые 2-3 недели 10 сезона на объяснение того, что я бы хотел, чтобы вы увидели в самом начале без меня. Проще говоря, я хочу подарить блок, который был у нас 25-28 апреля, это ВСД панические атаки ОКР, всем участникам 10 сезона бесплатно, как только вы оплачиваете 10 сезон, чтобы вы подготовились к 10 сезону. Почему? Я хочу 10 сезон посвятить именно вот этой структуре нового. Это новое мышление, это смысл жизни, это предназначение, это принятие решений, управление эмоциями и достижение результатов. Именно вот на вот этой части, которая должна сформировать новая ваша жизнь, чтобы вас протащить из старого, которое уже разрушилось, в новое. Я не хочу терять время на ВСД паническую атаку, потому что это абсолютно не меняет ничего в этом новом. Да, это позволяет вам не бояться, да, это позволяет вам передвигаться, но вы знаете, с этим передвижением и с этим отсутствием панических атак ничего не меняется. Абсолютно ничего. Поэтому я бы хотел подарить всем участникам 10 сезона именно вот этот 6-часовой материал, но при условии, что вы его изучите к началу 10 сезона, чтобы не начинать первые два занятия с детальных объяснений того, что вы знаете. Если вы были на каком-то из моих сезонов, и вы хотите прийти для вот этой большой тренинговой части основной, я вам тоже подарю этот материал, пускай он будет с вами, пусть вы его будете пересматривать, да, он будет всегда полезен, интересен, и, как говорят мои зрители, каждый раз от Алексея узнаешь что-то новое. Поэтому это важно. Что еще будет в 10 сезоне? Сейчас огромное количество людей заморачиваются темой предназначения. Я хочу кое-что пояснить. Я буду об этом детально говорить на сезоне, но хочется сказать вам, что вот эта тема предназначения или смысла жизни, это рядышком, да, она формируется у людей тогда, когда они попадают в вот этот кризисный момент. Когда у вас старое перестает быть эффективным, новое не сформировано, и вот этот кризис, он заставляет вас задумываться о смысле, о предназначении, потому что вот развиваются зачатки вот этого нового. И ваша философия предназначения, о смысле жизни, она будоражит вам голову, потому что пробиваются ростки вот этого нового. И в этот момент вы можете уйти не совсем в ту сторону. Вы можете начать искать предназначения, платить деньги за поиск предназначения или смысла. Там есть один психологический прием, о котором мы будем говорить на сезоне детально, но я просто хочу с вами им поделиться. Когда человек в этом кризисном этапе между старым и новым очень тревожится и напряжен, то ему хочется поддержки, ему хочется успокоения. И когда какая-то программа, приложение, люди начинают зачитывать вам какую-то часть первого дома гороскопа натальной карты по рождению и говорят вам описание, которое свойственно вашей натальной карте в первом доме, вы успокаиваетесь. Вы говорите, а, ну да, вот так вот, значит, вот все правильно, значит, и тот. То есть вы получаете просто моральное успокоение. В какой-то степени это хорошо, но есть одна проблема. Проблема в том, что никакого смысла и предназначения не существует. Мы не будем сейчас говорить об астрологии. Я все-таки человек научный. Но есть такое понятие, как программирование. А тебе представьте себе, что перед вами миллион людей очень тревожных вот в этом кризисном моменте. И их очень легко, негативно запрограммировать на некое предназначение, на некий смысл. И они действительно могут поверить, опустить руки. Они действительно могут неправильно истолковать какие-то вещи. Поэтому, чтобы не попасть вот в такие ситуации с предназначениями, со смыслом, с поиском, с разочарованием, я бы хотел провести с вами вот эту работу, которая очень важна. Чтобы вы понимали, что все, что касается вашего будущего, это причинно-следственная связь вашего мышления, вашей реакции, ваших поступков, ваших действий и ваших бездействий. Вообще, если хотите, раскрою такую формулу. Формулу самоактуализации. Чтобы самоактуализироваться или найти себя, если хотите, нужно соблюсти три основных элемента. Первый элемент – это найти ваши таланты, помножить их на воспользованными возможностями и помноженными на действия. Таланты, возможности, действия. Мои клиенты не могут найти в себе таланты, не могут воспользоваться возможностями и не действуют, потому что на это у них есть та старая модель, которая не работает. И в итоге получается, что нерабочая старая модель мышления, нерабочая старая модель не дает вам найти таланты и способности, не дает вам силы и отсутствие тревоги пользоваться возможностями и дает вам бездействие в тревоге. Вот вы и стоите на месте. И в этом состоянии и маринуетесь. Поэтому вот об этом всем и об управлении эмоциями, и когнитивной терапии, и о развитии из старого в новое и будет десятый сезон. Ну а ВСД, панические атаки, агорафобия, УКР, вы получите бесплатно шестичасовой курс. Вы будете смотреть все это онлайн. Сам сезон идет онлайн. Курс вы получите при оплате тоже онлайн. Но, пожалуйста, изучите его до начала сезона. Да, я на первом, втором занятии пробегусь и по панике, и по ошибкам с панической атакой, и по ошибкам. Но дальше все восемь занятий, дальше у нас всего десять занятий, мы будем говорить именно о том, о чем я сегодня говорил. И вот если вы посмотрите на канале Невроза Мегаполиса копию десятого урока, кто не смотрел, пересмотрите, она здесь рядышком где-то, здесь копию десятого занятия девятого сезона, посмотрите, какие проценты эффективности ставят ребята, которые участвовали на девятом сезоне. Средняя статистика 75% большой удовлетворенности. Для пятинедельного курса онлайн это очень хороший результат. Причем это не вопрос, у меня нет панических атак, а это вопрос именно вот этого формирования нового качества мышления, поведения, действий, понимания сфер, которые трансформируются. И вообще слово трансформация, оно очень правильно. У меня канал в 2011 году назывался «Эволюция сознания». Я вот тут подумываю, может вернуть это название, потому что оно как-никак подходит действительно к вот этому моменту. Но я не хочу уходить, вот «Эволюция сознания», оно как-то немножечко уже в такую, в другую сторону, не хочу это мешать. Поэтому жду вас всех на десятом сезоне. Мы начинаем в июне. В этом видео внизу, если его раскрыть в YouTube, будет прямая ссылка на регистрацию. Пожалуйста, заходите. Если у вас какие-то есть вопросы по курсу, по копиям, кстати, копии вы будете смотреть, если вы не сможете участвовать, у вас там, мы начинаем в 8 вечера, да, в понедельник и четверг мы занимаемся. Если вы не сможете участвовать онлайн, вы будете смотреть в копии. Только я вас прошу, те, кто смотрит в копии, смотрите копии на следующий день, не накапливайте, потому что один урок идет 2,5 часа, понимаете? Если вы пропустите этот урок, этот урок, этот урок, то у вас потом, ну, как бы, 9 часов-то смотреть нелегко. А я выстраиваю программу так, чтобы вы прошли урок в понедельник, вторник, среда отработали, четверг прошли, пятница, суббота, воскресенье отработали, понедельник прошли и так далее. То есть не пытайтесь потом наскока все 22 часа просмотреть. Ведь изменения, о которых я говорю, они идут во времени, а не от количества просмотренных часов. Поэтому постарайтесь участвовать онлайн, не сможете, окей, смотрите в копии, лучше это, чем ничего. Но не делайте так, что, вы знаете, Алексей, вы мне извините, я вот тут посмотрела 2, потом я не смотрела 5 недель, потом я еще посмотрела 2 занятия, потом еще 3 недели я уехала. Вот это будет неэффективно. Поэтому, если вы действительно настроились справиться вот с этим переходным моментом, если вы действительно хотите избавиться от тревожности, от невроза, от всех этих проявлений, которые вам мешают, и уже сформировать вот эту новую часть, welcome на 10 сезон, потому что 11 только осенью. Да. Поэтому все для вас сделано, вам осталось только прийти и заниматься. Я не знаю, чего вам больше сказать. Дальше все зависит только от вас. До встречи в июне на 10 сезоне. Счастливо. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok